Добрый вечер, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Как всегда, по вторникам говорим с человеком. Сегодня об особенностях профессии. И вы знаете, по мере того, как приближается зима, сгущаются сумерки, уже опали все листья, растут городские пробки, увеличивается ритм жизни в городе, ноябрь, декабрь, возникают психологические проблемы. И мы решили сегодня поговорить с психологом на тему психолог большого города. У нас в гостях психиатр, психотерапевт, психолог Дмитрий Ершов. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот сначала расскажите, как нам, собственно, это все различать, потому что вы так представились этими тремя определениями. Психиатр, психотерапевт, психолог. А психоаналитик? Психоаналитик? В чистом виде психоаналитиком я не являюсь. Психоанализ или психоаналитическое направление в психотерапии это просто одна из обширных, правда, глав в разделе психотерапии. Ну так все же, как нам различать психиатра и психотерапевта? Это ведь не совсем синонимы? Согласно существующему законодательному уложению, психотерапевтами должен называться врач-психиатр вполне высокой квалификации, прошедший соответствующую психотерапевтическую подготовку. Что же касается психолога, то психологи не врачи. Хотя практика современного словопотребления допускает использование такого, казалось бы, парадоксального словосочетания, как психолог-психотерапевт. Но лицензирование какое-то есть? Потому что сейчас, как я понимаю, рынок настолько огромный, вот этих всех услуг, такое количество психологов на рынке, насколько эта деятельность как-то лицензирована? Деятельность психолога-психотерапевта не лицензируется, деятельность врача-психотерапевта лицензируется. Ну, понятно, понятно. Ну, то есть люди в основном пациентам с вами предъявляют какие-то разные сертификаты, разные дипломы разных университетов, курсов повышения квалификации, медвузов и так далее. Чрезвычайно разношерстная ситуация. С моей точки зрения, подходить к человеку с целью оказать ему ту или иную психологическую помощь можно только врачу-психиатру, имеющему дополнительные образования в области психологии и психотерапии. что находится в разительном противоречии с тем взглядом на оказание помощи, которая бытует в нашем обществе. То есть люди в подавляющем большинстве хотят получать безмедикаментозную, немедицинскую помощь. А какую, что они имеют в виду? Именно как разговор, как совет какой-то? Что вы имеете в виду немедицинская? А разве немедикаментозная, это значит немедицинская? Как бы в обществе преимущественно медицинская помощь ассоциируется с назначением лекарств. Хотя, разумеется, вы полностью правы, медицинская помощь отнюдь не сводится к назначению препаратов. Ну да, естественно. То есть для вас медицинская помощь может быть и разговором с человеком, или, скажем там, серией бесед. Разумеется. Ну вот скажите, то, с чего мы начали. Осень для вас жаркая страда, так сказать, для психиатров, для психотерапевтов. Больше обращений, больше каких-то, я не знаю, неврозов появляется таких? С точки зрения классики жанра, как бы да. То есть осень, весна – это время наиболее частых обращений. Вообще же, лично моя практика показывает, что очень сильно влияют социальные условия. То есть, допустим, праздники, те же самые, допустим, майские праздники. После праздников проблемы? Проблемы на самом деле есть и до, и после, и во время. Но обращения в течение праздничных дней, как правило, существенно меньше. И, кстати, они тяжелее. Потому что приходят люди тем, которым совсем нужно. А большинство людей на праздниках уезжают и как-то обходятся без посещения частно практикующих специалистов. Ну, наверное, вот скажем, вот сейчас Новый год. Новый год обращений – это какие? В связи с тем, что люди как-то чувствуют себя непрекаянными в связи вот с этой вот большой суетой. И то, что вот эта вот вся движуха такая, кто-то куда-то идет, кто-то, не знаю, корпоративные всякие дела, семейные, поиск подарков. И что люди как-то, может быть, приходят те, которые выпадают из этой всей суеты. Вы рассуждаете абсолютно логично. Но реальность в моей практике показывает, что примерно с последней декады декабря обращения резко падают и возобновляются где-то на второй-третьей неделе января. То есть вот эти праздничные дни, они как-то вот, хотя и являются очень стрессогенными во многом, но меж тем количество обращений ощутимо меньше. Но люди в каком-то состоянии анабиоза у нас находятся, наверное, эту декаду праздничную. С одной стороны это, с другой стороны, все-таки есть до Нового года какие-то приятные ожидания, которые должны бы оправдаться с наступлением Нового года. Кроме того, все-таки к частным докторам обращаются люди в основном состоятельные, а они чаще всего уезжают на праздники и, собственно, обращаться некому. А вот сейчас вот с этим осенним периодом, это то же, что мы время-то не перевели. Сейчас мы живем по очень странному времени, когда просыпаешься, и еще там, не знаю, час-два, в зависимости от того, кто во сколько прозывается, просыпается, живешь в темноте. А со световым днем это как-то связано? То, что людей угнетает темнота? Есть работа, которая показывает, что уменьшение освещенности пагубно влияет на психическое состояние людей. Собственно, считается, что это одна из причин, почему появляются вот эти вот характерные сезонные миграции даже птиц. Вот, все это прослежено весьма достоверно на гормональном уровне. Что же касается лично моего отношения к предмету, то по мне, хоть переведи час назад, хоть переведи час вперед. Главное, чтобы оно стабильно стояло и никуда больше не переводилось. Хорошо, да. То есть вот нервирует вот эта вот неразбериха. Ну да, да. А вообще вот вам приходится сталкиваться, потому что, не знаю, насколько в психотерапевтической практике, ну так скажем, в практике читателей интернета вот эти вот постоянные наши жалобы на климат, на погоду. Вот началось темное время, вот где мы живем, ах, вот уехать бы, жить бы где-нибудь в Италии, жить бы где-нибудь у моря. Вот это вот то, что начинается в октябре и непрерывным стоном стоит до апреля. Не стану утверждать, что такие жалобы для меня на «вы», хотя в структуре обращаемости они не занимают существенное место. Здесь я бы больше рассмотрел вопрос в исключительно английском стиле. Не бывает плохой погоды, бывает плохая одежда. Ну, естественно, я тоже разделяю это все. Но вот мне почему-то кажется, вот это, о чем я хотел поговорить, психология, я не знаю, там, русская, психология большого города, то, что у нас очень много жалоб на окружающую среду. Во-первых, на природную окружающую среду как-то, вот я не знаю, люди не могут понять, что у нас есть 4 сезона, 4 времени года, каждый из которых таит в себе какие-то радости. И второе, окружающая среда нашего большого города, который, по-моему, я не знаю, так сказать, постоянно слышу жалобы, что вот Москва, тяжелый, гнетущий город, не знаю, по-моему, прекрасный город, полный возможностей. Я вот сейчас на эфир ехал, а радиус там случайно попал Фрэнк Синатра, поет «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Вот это вот ощущение какой-то возможности. Я бы точно так же, так сказать, пел бы «Москва, Москва», это город великолепных возможностей. Ну, ладно, это, так сказать, далеко заехал, это обо мне. Но вот мне кажется, что большинство людей как-то очень тяжело относятся к факторам окружающей среды. Для людей вообще более свойственно находить причины своих неуспехов во внешнем мире, нежели искать их внутри себя, с одной стороны. С другой стороны, ну, действительно, в общем, вот такой вот огромный мегаполис, когда люди по час тратят на дорогу себе на работу до двух часов, причем это отнюдь некомфортное время, в общем, утомляет. А русские, ну, и русские, и россияне в этом смысле такой брюзжащий народ, недовольный? Чрезвычайно терпеливый. Да? Я бы даже с некоторой досадой посетовал, что, в общем, можно было бы, так сказать, быть и более требовательным. И к себе, и к той среде обитания, в которой мы находимся. А почему такие неулыбчивые мы вот всегда это отмечаются? Особенно заметно, когда русский человек за рубежом. Вот это вот ощущение общей какой-то мрачности, угрюмости на улицах у нас тоже. Я бы разделял существенно этот вот момент неулыбчивости. Здесь, может быть, было бы правомерно выделить разные страйты. Может быть, ведь Москва чрезвычайно разноплановый город. И если сейчас мы остановим в Москве 10 человек, то я предполагаю, что большая часть этих людей будет выходцы из Средней Азии. Поэтому говорить о том, улыбчивые москвичи сейчас или не улыбчивые, достаточно сложно. Если мы рассмотрим людей из вполне благополучных кварталов нашего города, я думаю, что количество улыбок, количество доброго настроения и смеющихся глаз там будет больше. Ну, не знаю, сложно сказать. Мне кажется, кстати, и в Средней Азиатске, я не знаю, там, по крайней мере, те, с которыми меня жизнь сталкивает, там, рабочие, даже вот какая-то у нас там в районе, где я живу, которые у нас там на доме помогают, люди как раз-то очень такие приветливые и улыбчивые, гораздо больше, чем, скажем, те же разнорабочие славянских национальностей. Вот. Не знаю, у меня такое ощущение, что у нас какая-то больше замкнутость, что ли, людей внутри. Люди не стремятся вот эту вот свою эмоцию проявить. Или, может быть, нет у нас вот этой вот социальной улыбки. Улыбки как такой минимальной транзакции социальной. Ну, я сказал ведь про то, что из 10 человек большая часть будет некоренных москвичей, просто для того, чтобы мы точнее определились, что же мы понимаем под москвичами. Не более того. Просто люди на улицах. Да, вот это другой разговор. Люди на улицах, да. А то, что многие приезжие, в том числе из республик Средней Азии, вполне улыбчивые, доброжелательные персонажи, да, это действительно так. Я с вами согласен. Ну, да. Теперь, что касается вот этой вот улыбки дежурного, скорее, свойства, как просто вариант по берну, некого легкого поглаживания, некого, так сказать, кивка приветствия, то, в общем, для этого требуется все-таки некая историческая подоплека. А когда люди перетерпевают массу за относительно короткий исторический период сложностей, причем сложностей, наслаивающихся друг на друга, то, ей-богу, сложно ожидать от них вот такой вот милой приветливости по поводу и без. Такова реальность. Ну, а вообще, вот если разобраться с установками психологическими наших соотечественников, в России есть установка на счастье, потому что вот я объяснил, например, скажем, в Америке она совершенно очевидно существует и записана в Конституции, вот у них это pursuit of happiness, вот, погоня за счастьем, это некая, одна из базовых составляющих американского образа жизни. У нас же идея счастья как-то, она достаточно чужеродна русской культуре. Да, вот эти вот картины счастья достаточно ходульные, там, я не знаю, там, Пьер Безухов с Наташей Ростовой, такое все это немножко внешним смотрится по отношению к русской культуре. Да, и вот, скажем, я вспоминаю, когда там, ну, известные множество эпизодов, когда наши главные культурные персонажи, там, скажем, в Америке, известный эпизод Тарковский ездит по Америке, его спрашивают, расскажите нам, как быть счастливым, как добиться счастья. А что-то изумленный Тарковский отвечает, с чего взяли, что вы должны быть счастливым. Ну, так вот, русский человек, он считает, что он должен быть счастливым? Это очень сложный вопрос. Я не берусь обобщать, какова же установка по поводу счастья вообще русского народа. Ряд людей, которые обращаются ко мне за консультацией, именно такую цель и, собственно, и декларируют. У меня на сайте есть, на главной странице такая рубрика, которую я между собой и своими сотрудниками называю «хотелки». Это те запросы, которые высказывают люди, которые обращаются ко мне за консультацией. И я эти запросы, прошу только начинать с слова «хочу», выписываю, сохраняя их в том первозданном виде, в котором они были произнесены. У одного человека бывает от 2-3 до 20 запросов. И вот сейчас у меня уже там есть список более тысячи таких запросов. Вот желание быть счастливым есть среди них. А статистически вы можете как-то определить, какой на первом месте из ваших хотелок? Не ваших, а ваших посетителей. Должен признать, что желание денег или желание счастья склоняется все-таки в сторону больше денег. Вот так, то есть номер один деньги. И люди с этим приходят к психологу. Хочу денег, хочу здоровья. Хочу счастья, встречается, но статистически реже. Ну, это, по-моему, такой тяжелый случай, да? Интересный случай для психиатра, когда в системе человеческих мотиваций на первую очередь ставятся, собственно, деньги. Когда люди обретаются в низах пирамиды Маслоу, не поднимаясь выше. Да, Сергей, я с вами полностью согласен, но никто не сказал, что наша работа легкая. Никто не обещал, что будет легко. О вашей работе. Ну, то есть фактически вы являетесь неким, не знаю, фильтром, через который проходит человеческое несчастье, да? То есть ваша материя, с которой вы работаете, это несчастье. Не тяжело? Тяжело. Вы берете на себя это, или вы вырабатываете какой-то иммунитет уже профессиональный? Ну, так же, как врач к боли, да, к чисто физической. Как вот вы, как врач, вырабатываете иммунитет к душевной боли? Я думаю, что здесь сложный процесс, который состоит из того, из другого, из третьего. Недаром вот считается по американской классификации, что психотерапевты относятся к категории А. А. Это что значит? Это специалисты, которые работают не на себя, не на корпорацию, а работают на нацию. Это командиры атомных подводных лодок, астронавты и психотерапевты. То есть создают общественное благо в чистом виде. Ну, и как вот вы внутренне для себя это всё выстраиваете, какие-то защиты, как-то вы, не знаю, там, чистите карму, как это, не знаю, назвать? Вы же берёте на себя столько чужого горя, беды, греха. Вы знаете, я получаю колоссальное удовольствие от работы и благодарен тем людям, которые ко мне обращаются, поскольку они дают мне возможность самореализоваться и помочь им. Это в первую очередь. Что же касается грязи, кармы и всяких идей химчисток, то как-то вот сейчас у меня уже шестой десяток, и я без этого спокойно обходился. Есть впечатление, что ещё лет пятьдесят обойдусь дальше. Ну, дай бог, дай бог. Ну, да, то есть здесь, может быть, действительно вы испытываете некое позитивное ощущение за счёт того, что вы являетесь врачевателем и то же самое, что врач, если он помогает, и это как бы чужая боль, она обтекает вас, и вы создаёте некий позитив. Хорошо, а если о городе говорить, почему всё-таки Москву в целом так не любят? Вы чувствуете, как, не знаю, психиатр большого города, вот это вот давление энергетическое, вот это вот гудение трансформаторной будки большой? Сергей, нет. Вот ощущение, что Москву не любят, у меня не сложилось. Другое дело, что Москва предоставляет гораздо больше возможностей, чем среднестатистический человек их использует. Да. Поэтому есть некоторый элемент сожаления, что вот да, проходят интересные встречи, проходят интересные концерты, сам город очень красивый, но реальность такова, что темп жизни заставляет человека очень много работать. Считается, что в Москве один из самых высоких в мире темпов передвижения и пешком, и на транспорте. Так что, скорее, не любовь, а некое сожаление все-таки. Сожаление об упущенных возможностях, о перегруженности. Да. Вам приходится сталкиваться, и вы это как диагностируете, как некая болезнь, как патологию, ну как это по-русски, трудоголизм. Трудоголизм. Конечно. Это присутствует часто и является собой одной из очевидных сложностей работы. Часто бывает так, что люди обращаются с совершенно понятными, решаемыми проблемами, но сам образ жизни, который они ведут, весьма затрудняет курацию этих людей. Если им предоставить ощутимо более щадящие условия жизни, работы, времяпрепровождения помимо работы, то их состояние души пойдет на поправку гораздо быстрее и отчетливее. И подчас бывают весьма обидные ситуации, когда человек, получая, казалось бы, исчерпывающие, совершенно правильные рекомендации, их в силу своих собственных уже стечений обстоятельств не может выполнить, улучшения состояния здоровья не возникает. Потом он машет рукой, уезжает в ту же Германию или в Швейцарию, там у него при входе с мягкой, доброй улыбкой просят отдать мобильные телефоны, оставляет его полностью без интернета, и по расписанию, прогуливаясь по номерным дорожкам, он за 40 дней восстанавливает себя вполне полностью, выполняя те минимальные медикаментозные и обширные безмедикаментозные рекомендации. Это какая-то просто клиника, да, санаторий такой? Их много. Ну да, 40 дней все-таки, да, чтобы вот так вот очиститься от этих всех вещей. Скажите, а трудоголизм, он, так скажем, вынужденный, или все-таки это больше как добровольный выбор? То есть люди падают в работу, уходят в работу от каких-то внешних проблем, от, я не знаю, нереализованности себя в других ипостасях, от несчастливой любви, от неудачной жизни в семье. Ваш вопрос следовало бы еще уточнить применительно к моей персональной практике. Да, вашей практике? Все, что я спрашиваю, касается вашей практики, да. Вот по моим наблюдениям, согласно тому контингенту, который обращается ко мне, это преимущественно энтузиасты, то есть которые уходят в работу не потому, что им не хватает на хлеб насущный или что они убегают от тягот в семейной жизни, а потому что они любят свою работу, заинтересованы в ней и с упоением занимаются любимым делом. Но они к вам приходят именно с тем, что говорят, что не могут освободиться от этой, что слишком много времени берет, что они там, я не знаю, до поздних часов ночи, до раннего утра сидят там за компьютером, чего-то делают. Они вот с этим приходят? Сложный вопрос. Тут во многом все зависит от той позиции, которую отдельно взятый врач занимает в отношении этиологии заболевания. Существует в медицине по меньшей мере видение патологии с точки зрения функционалистов, апологетом которой является Иван Сеченов, и с точки зрения органиков, апологетом он их является Рудольф Вирхов. Вирхов полагал, что всякая патология имеет органическую природу, и мы ее можем увидеть под микроскопом. А если мы его под микроскопом не видим, значит плохой микроскоп. Сеченов полагал, что всякая патология имеет исток нарушения функций. Вот я, например, отношусь совершенно определенно к последователям Рудольфа Вирхова и полагаю, что патология имеет некую органическую природу. Таким образом, я рассматриваю ситуацию в том ключе, что есть человек, у которого есть некоторая органическая недостаточность, он на фоне той или иной функциональной перегрузки оказался декомпенсирован, и если вдобавок он еще и трудоголик, то это усугубляет положение дел, снижая его ресурсные возможности. Вот с этой ситуацией обычно не с проблемой трудоголизма, а на фоне ее он обращается за консультацией. То есть и первичная некая органическая недостаточность. А это что, на уровне какого-то химического обмена органическая недостаточность? Это можно диагностировать эту недостаточность? Как правило, клинически можно. Во всяком случае, по моим наблюдениям, если у человека крепкая здоровая психика, ее трактором не свезешь. Ну да, то есть и он не будет как бы порабощен собственной работой. Совершенно верно. То есть здоровая психика – это чрезвычайно крепкая, устойчивая, самовосстанавливающаяся структура. Но может, это не проблема тогда трудоголизма? Может, это некое новое состояние общества, индивидуальности? Или это та реальность, с которой мы сталкиваемся весьма часто на фоне той или иной, пусть очень незначительной, органической патологии? А вы сам не трудоголик? Трудоголик. Трудоголик. А вы себя не диагностируете в этом качестве? Я думаю, что есть определенные вопросы. И я думаю, что они находятся где-то в области сосудистой какой-то особенности. Интересно. А говоря о других зависимостях, с интернет-зависимостью к вам не обращаются? Обращаются. Интернет-зависимость – это тоже ведь не самостоятельная патология. Обычно с ней обращаются люди, имеющие сложности в коммуникации. Я бы попробовал привести такой пример. Представьте себе, что есть человек, который нуждается в каком-никаком общении. И есть огромный дом. Он стучится в тильные двери, когда ему стало все-таки совсем уж одному грустно. Дверь открывается, и на него вливают ушат помоев. Он какое-то время вытирается, моется, проходит определенный срок. И он стучится в другую, в третью дверь. Примерно с таким же результатом. А в одной из дверей ему просто молча открывают. И он видит перед собой компьютер, который не плюется. По-моему, не брыжет. Там есть мышка, есть клавиатура. И ты можешь в любой момент его включить и выключить. Ну, почему бы не пообщаться? То есть это проблемы неких неудачных социальных транзакций, которые затем человек после этого уходит в интернет. Да. Понятно. Ну что ж, продолжим наш разговор о психологических проблемах большого города после небольшого перерыва. И снова добрый вечер. Программа «Археология». Говорим сегодня о психологических проблемах большого города с психологом большого города Дмитрием Ершовым. Ну вот список, так сказать, дальше расширяя список проблем большого города. Одиночество. Часто вам с этим приходится именно в качестве психотерапевта сталкиваться? Именно с феноменом одиночества крайне редко. Вот как? Обычно речь идет о том, что уже произошли некие действия, дабы избавиться от одиночества. И эти действия были неудачны. И вот не как с стартовым феноменом одиночества приходится сталкиваться в реальной практике, а с проблемой неудачных попыток решения одиночества. Ну то есть неудачные отношения, неудачные браки и так далее. Но как на саму... Ну вообще же одиночество, наверное, оно не является проблемой само по себе. Проблемой является переживание одиночества. Проблемой является то, что следует из-за неумения, невозможности пережить одиночество. В классической психотерапии, я имею в виду рациональную психотерапию в понимании Майя Захарова-Дукаревича, речь идет о некоторой личностной недостаточности, когда мужчины или женщины просто не в состоянии находиться в какое-то ощутимое время сами с собой. И это наряду с рядом других характерных причин часто очень приводит к достаточно странным союзам. И вот обычно с проблемами вот таких вот неудачных браков приходится сталкиваться практически ежедневно. Но люди бегут, как говорилось раньше, бегут одиночества. Ведь общество же все-таки стигматизирует одиночек, да? Все наши общественные институты, практики, они заточены на то, что ты, так сказать, не нашел свою половинку. Считается, что целостный человек, целый человек не является единицей, да? Что человек является половинкой чего-то большего. То есть эти тысячелетия вот этой вот семьи, как основной ячейки общества, они давлеют над человеком. Меж тем, за последние десятилетия произошли определенные изменения в этой области. Во всяком случае, предпосылки диадной структуры семьи существенно изменились. Ну, посудите сами, экономические предпосылки. То есть раньше женщины были имущественно бесправны. Сейчас подчас женщины зарабатывают больше мужчин. Раньше были очень мощные религиозные причины. Церковь весьма конкретно стояла за диадную структуру классического брака. В общем, сейчас позиция церкви, в моем понимании, как-то несущественно изменилась. То есть она осталась, по сути дела, прежней. Только вот влияние церкви стало меньше. Сексуальные причины. Не будем ханжами, скажем честно, что секс преимущественно ушел из семьи. Да, так сказать, секс в семье, хотя в случае на начальных этапах ее формирование присутствует, но я знаю, к сожалению, очень мало семей, где люди в течение длительного времени сохраняют супружескую верность. Даже есть любопытные цифры, что процент таких семей около одного. То есть один процент семьи. Это эмоциональные предпосылки. Следующий фактор, который раньше был очень сильным аргументом, цемитирующим диадную структуру брака. Не секрет, что сейчас очень близкие, подчас даже самые близкие эмоциональные связи находятся и вне семьи. Это близкие друзья, коллеги. Это какие-то близкие отношения в связи с хобби, с какими-то другими формами самореализации. Вот я знаю, занимаясь дайвингом, что люди, которые являются дайв-партнерами, пади-партнерами, подчас чрезвычайно близки друг к другу эмоционально. И, в общем, как бы это иллюстрация. Ну да, исключительные совместные переживания. Да. Вот единственный старый и сохранившийся, с моей точки зрения, по сей момент, фактор сохранения диадной структуры семьи, это совместное воспитание детей. Как видите, в общем, из многих-многих факторов остался, по сути дела, так непоколебим только один. Приходится признать, что предпосылки диадной структуры брака существенно изменились. Извините. Любовь. Вот насколько вам приходится сталкиваться в вашей практике, что люди говорят о невозможности любви? Что вот нынешняя структура жизни, нынешний ритм жизни, необходимость непрерывного выбора, ну просто делает вот сильные эмоциональные привязанности, сильную любовную привязанность невозможной? Чрезвычайно сложная тема. Да, мне доводится относительно регулярно обсуждать подобные вопросы, но всегда тут нужно начинать с того, чтобы договориться в терминах. Потому что часто бывает так, что люди не только с психотерапевтом говорят на разных языках, имея в виду под любовью разные вещи, но и между друг другом, прожив муж с женой по 25 лет, по сути дела, не имеют ясного общего представления, а что же такое любовь. Поэтому это интереснейший, длинный разговор, и он нуждается в большом терминологическом прояснении. Ну может быть как-нибудь, да, в другой раз еще вы сюда придете, мы поднимем эту тему. Но в целом хотя бы просто, чтобы констатировать, вы с этой проблемой сталкиваетесь за вашей практикой последние 20-30 лет, то есть люди это начали проблематизировать, именно как я сказал, невозможность любви. Я бы сказал не невозможность любви, а потребность в любви и переживание отсутствия того чувства, которое они принимают за любовь и которое часто таковой не является. И наиболее частая путаница возникает между любовью и влюбленностью. Ну это да, это очевидно. Большинство людей умеют влюбиться, умеют схлестнуться, умеют увлечься, и, к сожалению, многие потом переживают, когда острота первого знакомства и первого месяца общения уже пропадает, уходит в историю, а уже, так сказать, возникают какие-то другие вещи. А вот перевести влюбленность в любовь, это вопрос умения или это вопрос, так скажем, ну не знаю, там, социального навыка, или это вопрос вообще социальной атмосферы? И того, и другого, и третьего. И того, и другого. И, по всей вероятности, роль примера родительского чрезвычайно высокая. Вот очень интересно вы здесь о родительском примере. Вот когда к вам приходят люди с проблемой какой-то, ну вот как сейчас то, что мы говорили, супружеская верность, проблемы любви, проблемы там охлаждения чувства, вы семейно смотрите на это с точки зрения интересов семьи? Вы стараетесь сохранить семью во что бы то ни стало? Или вы смотрите с точки зрения отдельной личности? Я смотрю с точки зрения не навреди. Ну да, чтобы реализация отдельной личности не разрушила семью. Разумеется. То есть интересно. А вы в этом смысле семейный психотерапевт? То есть вы практикуете то, что вот вы говорите, нет, подождите, вот вы не идите ко мне с этой своей проблемой, давайте-ка вы придете со своей женой, а может быть еще и с, так сказать, и с теми, кто с вами живет, и с тещей, и с двумя детьми, и с няней, которая у вас тоже живет пять дней в неделю. Вот такое вы не практикуете? Практикуется разная форма работы, в том числе и немножко напоминающая то, что вы описали. Такое коллективная семейная терапия. Но всегда начинается с обстоятельного разговора с каждым из членов семьи по отдельности. А потом уже по результатам тех бесед, которые к этому моменту уже состоялись, принимается с заказчиком работы, обычно заказчиком является тот, кто тебе позвонил, и кто платит за эту работу, обсуждение дальнейшего плана действий. Вообще, кто больше приходит, мужчины или женщины, структуру пациентов? В общем, 50 на 50. 50 на 50. Но я не подводил такую статистику. Такое впечатление, что все-таки женщины чуть-чуть больше. Ну да, вам, конечно, виднее, потому что у меня, опять-таки, совершенно нерепрезентативно. Вот в моем социальном слое, глядя, может, просто мужчины не признаются. Но осматривая круг своих друзей, я вижу, что девушки, женщины знакомые, не знаю, в разы чаще говорят о том, что вот у них есть там свой терапевт, у них есть какие-то программы, они уже много лет там ходят. От мужчин, мне знакомых, я ни разу такого не слышал. Ну, среди мужчин, которые обращаются за консультациями, большее число тяжелых случаев. То есть у женщины это более привычно, и она проще идет на контакт, на первый визит, на звонок? Я думаю, да. Правда, надо тут оговориться, что вообще контингент, который обращается за консультацией, я говорю, опять же, о своей практике. Как правило, все-таки достаточно тяжелый. То есть мне случалось работать вот в Швеции, в аналогичном амплуа, и там контингент гораздо легче. Люди раньше обращаются? Да. Там буквально по мелкому чиху. Обращение вполне считается оправданным. А у нас этот вот регистр заканчивается на кухне с водкой. То есть у нас, ну, может быть, потому что у нас вот эта вот пресловутая русская душевность, у нас гораздо больше вот этих вот ударов принимает на себя коллектив, и вот это друзья, родственники, то, что вот гемайншафт называется, кухня с водкой. Если человек идет к психиатру, то это уже вот действительно, как вы говорите, когда тяжелая депрессия наступила. Я думаю, причин много, в том числе и экономическая причина, потому что серьезная психотерапевтическая работа – это очень дорогая работа. И обратиться за ней. И оплатить ее могут люди, только которые действительно нуждаются в профессиональной помощи. Я не беру в расчет тех, вполне возможно, весьма достойных специалистов, которые не окупают своей дневной практикой свой прожиточный минимум. Ну, в целом, вот сравнивая нас со Швецией, то есть у нас культура обращения к психиатру, к психотерапевту, она просто в разы меньше. Она меньше. Люди боятся просто и считают, что если я пошел, то значит я болен, и уже следующим шагом будет психушка. В том числе. Причем бояться необоснованно. Ну, это-то понятно, да. Вот, и мне приятно сказать, что те же самые доктора, которые работают в режиме частной практики, они же или одновременно с этим, или прежде работали в наших диспансерах, в наших психиатрических больницах. Это очень хорошие специалисты, которые и сейчас, так сказать, окажут бесплатную помощь в рамках районных, городских ПНД, в рамках тех или иных диспансеров, профильных, психиатрических, наркологических, психотерапевтических, или консультативные центры при тех или иных больницах, ну, в частности, при 12-й, 20-й больнице, 67-й больнице, 1-й городской больнице. Так что обращение вполне правомерное, и совершенно никто не рвется поставить людей на учет, и их как-то обклеить дурными ярлычками. То есть, ну да, здесь нашим слушателям, я думаю, надо сказать, что, наверное, при первых признаках какого-то душевного дискомфорта не бойтесь обратиться к профессионалу. Да, это адекватно. Не обязательно разговор с друзьями там, хотя это тоже, конечно, да, и уж тем более не бутылка водки или чего-то еще, а профессиональная помощь. Но в целом рынок растет. Да. Потому что, видя количество объявлений, в том числе и вот этой всей периферии этого рынка, так скажем, я вот всякие там, не знаю, лайф-коучинги, там лайф-хакеры или как это все называется, очень много. Насколько, как вы оцениваете соотношение профессиональной и, так скажем, шарлатанской помощи на этом рынке? Речь идет только о моем впечатлении. Соотношение это примерно стабильно, и профессионалов в тебе случайно мало. Ну, то есть, да, речь идет там о каком-то меньшей, о небольшой доле всего вот этого вот гигантского рынка услуг. Но это отчасти, это почему так, что не сертифицирована, не лицензирована эта деятельность? Нет, я думаю, что не в этом. Вообще, надо заметить, что профессиональный, высокоэффективный психотерапевт во многом работает ведь не образованием, и не сертификатами, и не лицензией, и не темными корочками. Это работа личности, работа души. А вот эта тема достаточно сложная. Ну, допустим, вот выше мной упомянутая Майя Захарова-Надукаревича. Она была очень известным психотерапевтом, психологом. У нее учились очень многие выдающиеся коллеги, которые сейчас, собственно, являются собой цвет московской психотерапии, психиатрии. Однако же она была выпускницей Филфак МГУ, и, в общем, никаких особых формальных прав заниматься психотерапией по сути своей не имела. Хотя вот известнейший тест рисунок несуществующего животного, который все психологи поголовно дают и неким образом стараются интерпретировать каждый на свой лад, ведь предложила именно она. Но об этом никто не знает. Мне приятно сказать, что тест придумать и нарисовать несуществующее животное и назвать его несуществующим именем предложила Майя Захаровна-Надукаревич. Вы это тоже используете, да? Конечно. То есть нарисовать несуществующее животное, и затем вы уже смотрите, там, как рога пририсовали, не пририсовали, хвост, сколько голов, там, с лапами, да, вот это. То есть все это имеет некий каталог, и, так сказать, вы классифицируете те или иные расстройства по вот этим вот признакам. Майя Захаровна предложила ряд ключей для интерпретации этой рисуночной методики. Хотя я должен признать, что практика жизни существенно богаче. И когда ты выполняешь эту методику тысячи-тысячи раз, то у тебя возникает уже на уровне опытности соотнесения тех клинических особенностей, которые присутствуют этому человеку, и тому рисунку, который он изображает. Ну да, то есть уже находится корреляция, да, на более глубокой. И дать название этому животному, да, надо несуществующим словом. На вертикально расположенном листе бумаги придумать и нарисовать несуществующее животное и назвать несуществующим именем. А, на вертикально расположенном листе бумаги. Ага, ага, то есть, ну да, сидя там или стоя подойти. Да. А насколько вот это вот всё имеет отношение к психотерапии, вот это коучинг, тьютеринг, вот эти вот большие тренинги? Вы знаете, я думаю, что очень многое зависит от тех специалистов, которые непосредственно проводят эти тренинги. И я уверен, что среди них есть, с одной стороны, чрезвычайно достойные люди, которые эффективно помогают. Есть и люди, которые лучше бы занимались чем-то другим в своей жизни. Ну да. Каким образом, как соотносится психотерапия и религия? К вам, скажем, приходят люди религиозные, которые не находят утюшения у себя в церкви, скажем, или одновременно они ходят к вам на сеансы, там на лечение и к священнику в церковь? Да, эта тема периодически поднимается. Известно, что ряд священников вполне доброжелательно относятся к аналогичной практике со стороны психологов, психотерапевтов, психиатров. Также мне доводилось сталкиваться с очень жесткими категорическими оценками, что только все от Бога, и не смейте лезть в душу. Были какие-то особые отношения у господ священнослужителей к гипнозу, к трансовым техникам и так далее. В общем, совершенно необоснованные. У меня впечатление, что чем более образованный, чем более просвещенный сведущий священнослужитель, тем, собственно, он лояльнее относится к рассматриваемой теме. А у вас не было клиентов священнослужителей? Ну, без раскрытия, естественно, тайны какой-то, но, в принципе, известны ли вам случаи, когда священник обращался за психологической помощью? Нет, мне такие случаи неизвестны. Ну да, то есть для них внутри они свои проблемы решают на своем, видимо, внутри церкви, внутри собственного диалога с Богом. Не думаю, что все обстоит именно так хорошо, как вы упомянули. У меня были пациенты, которые были весьма в дурном расположении духа, которые имели очень серьезные проблемы. И изучая семейный анамнез этих людей, мне доводилось сталкиваться, что отец, допустим, той девушки, которая много лет занималась проституцией и имела очень проблемные отношения со своей матерью, отец был священнослужитель. Ну, тут, может быть, и протест тоже был против вот этой... Не знаю, я с ним лично не знаком. Ну да. Говоря вот как раз, да, вот о протесте, об отцовской фигуре, а насколько вообще в России популярен психоанализ, чисто фрейдовский? Вы знаете, очень неоднозначная тема. Дело в том, что мне известен только, пожалуй, один психиатр, психотерапевт, который достаточно последовательно реализует именно психоаналитический фрейдовский подход. Это ведь чрезвычайно трудоемкая, очень сложная, весьма длительная система психотерапевтической работы. Годами же иногда. Да, понимаете. Ведь неопсихоанализ возник не от хорошей жизни. Просто вот в практике получается так, что есть люди чрезвычайно богатые, чрезвычайно такие вот терпеливые. Но вот чтобы и очень богатые, и очень терпеливые, вот это встречается очень редко. Все-таки требуется помощь быстрее. Вы знаете, вот я встречал у Фрейда, я всегда пытаюсь понять, что он имел в виду, когда он сказал, что русские ближе к своему подсознанию. Может быть, это возвращаясь к тому, что вот у нас люди, то, что я спрашивал, меньше улыбаются, что на Западе чаще это дежурная улыбка, что на Западе больше вот этих вот социальных оболочек у человека, которые Фрейд соскребает, добираясь до вот этих внутренних ид, до оно. А у нас это вот это ид, оно лежит очень мелко, оно достаточно близко. Вот там ты выпил водки немножко, и вот оно, значит, уже и полезло. То есть Россия как некая территория подсознания. Вот я не знаю, читали, наверное, Борис Гройс, у нас философ об этом писал, у него есть замечательная работа «Россия как подсознание Запада». Вот, и он пишет, что Россия – это территория коллективного бессознательного, и Россия – территория подсознания. Вот, может быть, поэтому психоанализ нам не так и нужен, что у нас оно близко, любой человек может всегда туда залезть. Я думаю, что в наше бессознательное залезть чрезвычайно сложно, и требуется высочайший профессионализм для того, чтобы деликатно, с пользой для клиента прикоснуться к этой весьма неоднозначной субстанции. Я думаю, что причин, почему в России именно психоаналитическая техника не является одной из самых популярных, довольно много. И экономические причины. Извините, да, просто прерву на секунду. Ведь в той же Швеции, где вы были, ну, не знаю, там про Америку, я знаю, там вообще, если взять, я не знаю, более образованный класс, городской класс, господи, я там, по-моему, у каждого второго свой психоаналитик. Ну, опять же, понимаете, я бы сказал, что скорее надо думать не о классическом психоаналитике, а о неопсихоаналитике, о психотерапевте. А психоанализ – это одна из глав психотерапии, очень мощная, очень хорошо представленная, абсолютно самодостаточная сама в себе, но всё-таки это подраздел психотерапии. И обычно всё-таки техника, в которой работает тот или иной специалист, тяготеет к определенной эклектичности. Говоря об американцах, вот я подумал, опять-таки, зная немножко их практики, внутренние такие, социальные, огромный совершенно упор идёт на таблетки, на все эти, как они называются, модулирующие настроения, да? Так правильно называются, да? Там прозак, да-да-да. В какой степени эта мода на нас переходит? Не боятся ли люди вот так вот просто быть такими постоянно ровно довольными на вот этих вот таблетках? Боятся. Переходят с трудом. Я сторонник такого подхода, и с моей точки зрения он имеет вполне хорошие причины. А подхода именно российского вы сторонник опасения по поводу этих лекарств? Или, наоборот, сторонник лекарств этих? Сторонник лекарств. Так, вроде сторонник лекарств. Дело в том, что в большом числе случаев приходится сталкиваться с тем, что люди подменяют понятия. Ну, приходит, как пример, чисто умозрительный, некая девушка и описывает совершенно невообразимую домашнюю ситуацию, где муж пьёт, бьёт, издевается, изменяет, денег не даёт, дома не ночует и с завидной регулярностью заражает её внеоническими заболеваниями. Ну, всё. Если я что-то забыл, можете добавить от себя, и получится вполне достоверно. И возникает вопрос у девушки, а что же делать? Вот не знает барышня, что ей делать. Как вы, наверное, легко догадываетесь, она прекрасно знает лучше вас давным-давно, что ей делать. Но ей не хватает ни сил, ни уверенности, ни решительности, ни энергии поступить правильно. Так, как ей любая подруга, не обязательно дипломированный психотерапевт, давным-давно сказала, бога ради, убегай ты оттуда. Но ей нужны силы, ей нужна стрессоустойчивость, ей нужна энергия, ей нужны некие ресурсы для того, чтобы воплотить этот единственно возможный исход ситуации. Вот психотерапия, которая основывается на лёгких, мягких, эффективных препаратах, даёт такие ресурсы. Если же эту девушку пытаться, к примеру, уговорить, что ей всё-таки нужно разводиться и уходить, и строить свою жизнь самостоятельно, она с грустью на вас посмотрит и скажет, доктор, это очень сложно, и больше к вам не придёт, потому что она давным-давно это знает. Но что мы могли предложить, кроме того, что она знает уже сама, без нас? Ну да, да. То есть нужно какое-то внешнее воздействие, в данном случае лекарство, чтобы её, так сказать, мобилизовать на правильное решение. Поэтому такой подход вполне правомерен. Да, разумеется, всё исключительно индивидуально, но не в тем отказываться от разумной, кстати говоря, в большинстве случаев безрецептурной психофармакологии было бы ошибочно. Уже в завершении нашего эфира, какие советы и рецепты вы дадите нашим слушателям в этот, так сказать, непростой, стрессогенный, тёмный предновогодний период? Ещё когда не началась вот эта новогодняя радостная лихорадка, но вот на декабрь, конец ноября, декабрь? Я бы с удовольствием предложил не только на декабрь, но и существенно больше отрезок времени сохранять доброту друг к другу. Обязательно придерживаться того правила, что цель не оправдывает средства, и для достижения благих целей пригодны только хорошие средства. И сохранить оптимизм. Ну что ж, с прекрасным пожеланием доброты и оптимизма входим вот в этот вот зимний сезон. Благодарим нашего гостя. Это психиатр, психотерапевт, психолог Дмитрий Всеволодчий Иршов. За пультом был Иван Куприянов, продюсер программы «Дина Турбовская». Я ваш верный археолог Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи. Доброй ночи и удачи.